Сократилось вдвое. Проезжую часть в районе пересечения улиц Ленина и Первомайска реконструировали. Поставили ограждение, нанесли разметку. Причем довольно-таки внезапно. Местные автомобилисты недоумевают. Возмущены региональные власти. Мнение сторон выслушала Алина Волчейская. Еще неделю назад здесь была проезжая часть. А сегодня на этом участке дорожного полотна пешеходный тротуар. Причем, как и положено, огражденный металлическим забором. Такие внезапные перемены на перекрестке улиц Первомайска и Ленина немного шокировали на ренмарских автомобилистов. Мы провели опрос среди водителей окружной столицы. Все в один голос заявляют, неожиданные нововведения на перекрестке принесут массу неудобств. Раньше проще можно было и направо сразу уехать, и налево. А сейчас только всем по одной дороге ехать. Но узко стало слишком. Если бы пошире было, они слишком много взяли пешеходного перехода. Так хоть можно было разъехаться, кто-то ехал, выискатели стояли, а и направо можно было в город повернуть. А сейчас будет Первомайка вся стоять. По первому гололюду все посносят, потому что там довольно-таки резкий поворот. И там и так-то до забора постоянно докатывались, и постоянно аварии были. А теперь сократили этот, и, грубо говоря, там даже если в случае аварии, там объехания не будет. Получить пояснение по поводу безопасности этого участка нам не удалось. В местном отделении ГИБДД от комментариев отказались. Этот участок транспортной артерии – федеральная трасса. Она находится в оперативном управлении у компании «Упродор Прикамье». По номеру телефона, указанному на сайте организации, трубку не подняли. Поэтому следующей инстанцией, куда мы обратились, стал региональный департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Как пояснил вице-губернатор, курирующий данные сферы, о начале работ на пересечении улиц Первомайская и Ленина их не уведомили. В ходе проверки документации выяснилось, что Прикамье проводит реконструкцию этого участка в соответствии с проектом, который был разработан и согласован еще в 2016 году. По документам перекресток должен стать Т-образным. Причем такие рекомендации поступили из ГИБДД. Сейчас органы власти пытаются выстроить с Прикамьем конструктивный диалог. Но мы приложим все усилия, чтобы все это прошло согласование с нами. Сегодня по закону, в принципе, они не обязаны с нами это согласовывать. Но у нас не такой большой регион и не так много дорог. Поэтому я думаю, что мы найдем здесь Супердор Прикамьем. В крайнем случае, выйдем на руководство Росавтодора, чтобы нам найти общий язык по этой дороге. Как сообщил Александр Лидер, сейчас все работы на данном участке должны быть приостановлены. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал Север.